Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 25 октября, четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к Колоссинам, глава 4, стихи со 2 по 9, и вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь обращает наш взор на послание апостола Павла к Колосинам. Это завершающая, четвертая глава, и отрывок, который мы сегодня с вами читаем, это начало этой завершающей главы. Здесь апостол Павел говорит о постоянстве в молитве и о бодрствовании в ней. И эти слова апостола Павла вошли в многовековую православную традицию. Они, можно сказать, определили нашу традицию, прежде всего, аскетической практики, молитвы. Да и в целом эти слова апостола указывают нам на то, какой должна быть наша молитва. «Будьте постоянны в молитве, бодруствуя в ней». Сперва нужно оговорить общие положения о состоянии тогдашнего мира и отношении молитвы язычников и евреев. Дело в том, что языческий мир не имел такой практики молитвы, какую имел иудейский народ. И дело в том, что у язычников преобладал некий харизматический момент, то есть спонтанность молитвы и большой спектр возможностей, то, как эту молитву можно проявлять. У иудеев же существовал некий канон, по которому они молились. И отчасти мы имеем пример иудейского богослужения и в нашем богослужении, в православном богослужении, потому что те же самые часы – это же воспринятая нами часть еврейского богослужения, синагогального богослужения, которое апостолы взяли за основу своих молитвенных собраний, творчески переработали и внесли туда уже христианский элемент. Так или иначе, говоря о молитве в понимании иудейском, в каком и говорит здесь апостол Павел, он говорит, будьте постоянны в молитве, имеется в виду не пропускать тех положенных часов молитвы, когда это нужно сделать. Однако это постоянное пребывание в молитве породило в нашей традиции аскетической такую практику непрестанной Иисусовой молитвы, что тоже имеет место быть, но не общеобязательно, конечно. Итак, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Зачем же нужно быть бодрым? Почему нужно бодрствовать? На этот вопрос хорошо отвечает Августин Блаженный, говоря, толкуя этот стих, следующее. Блаженный апостол, напоминая нам о необходимости молиться, в то же время напоминает и о необходимости бодрствовать. Будьте постоянны в молитве, говорит он, бодрствуя в ней. Любовь нечистая понуждает бодрствовать тех, кем владеет. Распутный бодрствует, чтобы развращать. Нечестивец, чтобы творить неправду. Пьяница, чтобы пить. Разбойник, чтобы губить. Живущий в роскоши, чтобы расточать. Жадный, чтобы стяжать. Вор, чтобы красть. Грабитель, чтобы отнимать. Значит, насколько же сильна должна быть бодрствование, любовь у святых и невиновных, если беззаконие заставляет бодрствовать бесчестных и преступных. Мы должны учиться такой же бодрости, о которой говорит блаженный Августин и которую имеет в виду апостол Павел. Бодрствование в любви, помня о том, что мы должны быть проводниками этой любви в наш грешный мир. Молитесь так же и о нас, чтобы отверст нам дверь Бог для слова возвещать тайну Христову. Апостол Павел много раз обращается к разным общинам с просьбой о молитве. Ему очень важна солидарность в молитве христианских общин. И, конечно же, он просит молиться о нем. Далее интересные слова следуют. «Чтобы Бог отверст нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в вузах». Апостол Павел мог бы говорить о том, что необходимо молиться, чтобы освободиться ему самому. Но заметьте, ход мысли апостола Павла. Он думает не о себе, прежде всего, а о Боге, о том, чтобы слово Божие возвещалось среди людей. И уже как необходимость проповедовать слово Божие, и чтобы оно все более и более распространялось, необходимо, чтобы апостол Павел освободился. И некоторые толкователи говорят о том, что в словах апостола Павла, чтобы Бог отверст нам дверь для слова, апостол Павел имеет в виду дверь темницы, чтобы он освободился. Но так или иначе, все равно апостол Павел ставит проповедь и Бога на первое место. Это очень важно для нас с вами сегодня, что даже такой великий подвижник, как апостол Павел, прежде всего ставит на первое место служение Богу. И уже потом Бог содействует ему в его жизни. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Здесь апостол Павел, говоря о внешне, говорит о язычниках, о тех людях, которые еще не приняли Христа и не являются христианами. Он просит обходиться с ними благоразумно, то есть не нужно фанатично им показывать их отсталость или их безнравственность, но скротостью и любовью показывать им, чем христианство лучше и выше и истиннее, нежели их языческие заблуждения. Он не говорит им бездумно проповедовать Слово Божие, но быть благоразумными с внешними, пользуясь временем. Это словосочетание можно перевести как «всему свое время». Нужно знать, когда нужно проявить любовь к язычнику, к внешнему, когда нужно проявить строгость, когда нужно говорить ему прямо о тайнах нашего вероучения, «когда же просто быть благодушным с язычником», то есть внешним человеком. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Приправлено солью. Здесь имеется в виду острота ума, острота мысли, которой мы высказываемся. Поэтому всегда нужно так или иначе побуждать себя к обучению, чтобы наше слово в обучении оттачивалось, чтобы мы научались говорить о Боге лучше, правильнее, и наш словарный запас обладал таким количеством необходимых слов и различных выражений, которые бы обогатили нашу речь, сделали ее интересной. О Боге нужно говорить интересно, понятно. И этого требует апостол Павел от Колоссин, ну и, конечно же, от нас с вами. Далее он говорит о Тихике и о Нисиме, которые расскажут и утешат Колоссин, рассказав им о том, как же пребывает сейчас апостол Павел. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова